Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Ковер в новой форме? Седой, почти такой молодой, про повязку свою сказал пустяк. Наверное, они не знают о войне, а посему это для них всего-навсего большая игрушка. Артисты готовятся, чтобы выступить, ветераны готовятся вновь услышать песни военных лет. Рота почетного караула готова открыть торжественное действие. 9 мая всегда был, есть и будет нашим главным праздником. Мы никогда не забудем, что свободу и долгожданный мир отвоевали наши предки, капитаны и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики, женщины и дети. Начальник гарнизона, генерал-малер Кулаков. Вольно! Вольно! Впервые после прохождения войск казанского гарнизона состоялась демонстрация военных. Временные техники времен Великой Отечественной войны. На площадь выходит легендарный танк Т-34. На той ноте были герои Советского Союза, генерал-малера Ивана Терекова. Командорского танка у насилия Т-34. Первые послевоенные автомобили. Победа. Автомобиль, названный в честь Великой Победы. И не прикопирует простота и надежность. Пожарная автососцена АЦ-20 на шасси ГАЗ-51. Прошел всю войну с первого до последнего. Освободили Берлин. И последний день в Берлине объявляют салют. А некоторые сидят и не знают, в чем дело-то. И вышли. День Победы отмечают. Я дитя войны. Всю жизнь проработала на Пороховом. 60 лет. Праздник этот священный для каждого человека, в том числе для всего нашего коллектива, самый близкий, самый теплый, самый родной. Праздник для всей страны. Потому что победа досталась таким тяжелым трудом. Мальчики, будьте верны всем нашим ветеранам. Так заканчивается фрагмент мирного времени, говорящий о войне языком искусства и силы. Самый важный праздник продолжается. У каждого он свой. Конечно, иной подход. Иной подход к осмыслению сегодняшнего дня. И дня исторического. Мы стараемся новыми формами, новыми средствами, визуальными, техническими, показать величие нашего советского, ныне российского народа, и мощь нашей армии, нашей державы. Потому что все это было, есть и будет. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Леженко, телеканал «Эфир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова